Мы выступали поручителями, то есть брали ему поруки, просили выпустить подписку о невыезде, поручали с него ручки, но, к сожалению, судья даже не удосунулся нас вызвать. Мы знаем кости как честного человека, принципиального, убийственного. Итоги вполне ожидаемые, это безобразие, это не суд. Этот судья, он несколько раз, кстати, отказывался рассматривать дело моего мужа, то есть явно он не хочет участвовать, ну, не то что не хочет, а он понимает, что рано или пусты ему придется отвечать за беззаконие, но тут ему пришлось. Мы, в принципе, не сомневались, когда мы увидели, что состав тот же следователь, тот же прокурор, что здесь камеры НТВ и Лайф Ньюс, мы как и поняли, что будет продление, вот, но, что сказать, ну, беззаконие, безобразие, будем обжаловать, надеемся, что скоро это все закончится. Были надежды, что они вообще, что следователь не будет просить продление еще там несколько недель назад, мы думали, ну, выборы закончились, да, его же сажали как раз перед выборами, да, выборы закончились, компания закончилась, вот, может быть, следователь там забудет о том, чтобы продлевать дело. Вот, но когда мы узнали, что все-таки он подал заявление о том, чтобы продлевать, мы поняли, что, значит, будет еще продлено, но то, что это всего лишь до декабря, то есть, ну, всякий раз мы надеемся, да, что это вот, что это будет последняя дата домашнего ареста. У меня есть штаб Зюзина, который будет делать всю работу, которую делал я, так что закрыть, заткнуть рот ни мне, ни другим активным гражданам не получится. Спасибо! Ура! Счастлива! А может, я ему дам шоколадку Алёне? Да. А у вас можно. Спасибо большое! Спасибо! Ура! 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 Ура!